Друзья дорогие, хочу приветствовать вас словами «Христос воскрес!» Садитесь, пожалуйста. Очень приятно быть с вами, разделять это общение. Громкая музыка, нет уснувших, довольные лица. Приятно в день воскреса находиться в общении братьев и сестер. Я хочу прочитать текст Священного Писания, который записан в Евангелие от Иоанна, в 11 главе. И я прочитаю с 21 стиха. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если ты был здесь, не умер бы брат мой. Ну и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет, воскресенье в последний день». Иисус сказал ей, «Я из воскресенья и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему так, «Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». И в этой же главе с 39 стиха, продолжение этой беседы, Иисус говорит с 39 стиха 11 главы, «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе». Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Вот этот отрывок, или эти два отрывка, которые я прочитал, это 11 глава Евангелия Теана, она посвящена великому событию, которое совершил Иисус Христос, это воскрешение Лазаря. И это событие произошло незадолго до своей смерти, незадолго до Голгофы. И это было одно из тех величайших чудес, которые Иисус Христос совершил. Это одно из тех чудес, которое приковало внимание людей, заставило много говорить об Иисусе Христе, заставило многих людей искать Иисуса Христа, искать Лазаря, которого воскресил Иисус Христос. И написано, что очень многие уверовали в Иисуса Христа. И вот так Дух Святой положил, чтобы эти слова были записаны. Так Богу было угодно, чтобы именно вот событие, которое связано со смертью, чтобы оно было совершено Иисусом Христом незадолго до своей смерти, до своего воскресения. И вот я хотел бы обратить внимание, что я взял из этого большого отрывка, из этой большой истории, которая посвящена воскрешению Лазаря, те слова, которые Иисус Христос говорит с Марфой, одной из женщин, которые были в этом доме, три человека были в этом доме, это Марфа, Мария и Лазарь, который умер. Марфа более уважаемая, более видная, более важная. Если мы читаем Евангелие от Луки 10 главу, то мы можем обратить внимание, что Иисус Христос был приглашен именно в дом Марфы. Марфа вот значительная фигура в этой истории. И когда мы читаем вот эти слова, которые описаны в беседе Иисуса Христа с Марфой, то мы можем обратить внимание, что здесь вот события развиваются таким образом. гроб, плач, похорон недавно только прошел, собраны люди, которые утешают Марфу, Марию. И вот приходит в это место и Иисус Христос. Но если мы почитаем и будем внимательны, то мы можем обратить внимание, что в этих повествованиях, в этом вот таком траурном, скорбном месте, когда Марфа говорит о смерти, а Иисус Христос ни слова не говорит о смерти. Марфа ему говорит, умер. Если бы ты был здесь, этого бы не произошло. Христос не говорит о смерти. Он говорит о воскресении. И он говорит вот эти слова в 25 стихе, которые записаны. Я из воскресения и жизнь. Не говорит Иисус Христос ничего о смерти. Такое впечатление, что смерти вовсе не существует. Что это просто фон, на котором будут сейчас развиваться все те события, которые должны явить славу Божью. И самое лучшее место, где можно говорить о воскресении мертвых, как мы видим из этого повествования, это кладбище. Это место, где скорбь, где место плача. Именно здесь, в этой обстановке, Иисус Христос говорит, воскреснет брат твой. Именно в этой обстановке Иисус Христос говорит, я есть воскресение и жизнь. Я хочу обратить внимание, что в Евангелии Атеана есть семь величайших заявлений Иисуса Христа, которые звучат я есть. Я есть путь истина и жизнь. Я есть дверь. Я есть пастырь добрый, Иисус Христос говорит. Я есть истинная виноградная лоза. Вот таких заявлений в Евангелии Атеана мы можем найти семь. И все эти заявления Иисус Христос обычно произносил в очень публичных людных местах, где присутствовал не один человек, а где его слушало достаточно много людей. там были часто народ, там были иудеи, которые могли услышать то, что говорит Иисус Христос. Но вот это заявление, которое здесь мы прочитали, я есть воскресение и жизнь, Иисус Христос говорит одному человеку, и этот один человек – женщина по имени Марфа. И я хочу сказать о том, что, ну, как мне кажется, это не самый лучший человек, которому стоило бы открывать вот эту величайшую истину. Марфа – это та женщина, которая, как мы знаем из Евангелия от Луки, Христос ее однажды остановил и сказал, Марфа, Марфа, помните, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария там сидела у ног Иисуса Христа, а Марфа в тот момент была возмущена, что вот она не помогает, что она занята, ну, с ее точки зрения, каким-то бесцельным занятием. Христос ее тогда упрекнул, вот за те слова, которые она сказала Иисусу Христу. И кажется, что для того, чтобы сказать и передать величайшую истину, нужен другой человек. Но Иисус Христос вот эти слова говорит именно Марфе. И вот в этой истории или в этом факте для нас есть очень важная истина, очень важный библейский урок. Во-первых, нужно понять, что это не та богословская истина, которую можно, знаете, просто о которой рассуждать. Вот видя все эти обстоятельства, видя слова Иисуса Христа, мы понимаем, что здесь Иисус Христос говорит Марфа. Вот то, что я тебе сейчас говорю, именно это то, что ты должна знать. Это именно то, что позволит тебе преодолеть вот эту скорбь, которая сейчас в твоем доме находится. Ты должна понять, что я есть воскресение и жизнь. В нашей жизни очень часто происходят такие вещи, которые можно приравнить к смерти. Рушатся планы, рушатся какие-то жизненные обстоятельства. Мы не знаем, как поступить. Мы не знаем, что делать дальше. Мы не знаем, теряется земля под ногами, уходит, как говорится, из-под ног, рушатся, перспективы никакой. Что делать? Как быть? Что ожидать впереди? Знаете, вот в этой обстановке, когда Иисус Христос произносит эти слова, ситуация намного хуже. И в этой обстановке Иисус Христос говорит, я есть воскресение и жизнь. Это не богословская истина, как я сказал. Это истину, которую мы должны принять в свое сердце. Это та истина, которая позволит нам преодолеть жизненные проблемы и жизненные трудности, которые возникают в нашей жизни внезапно, которые не сообщают нам заранее, что вот это произойдет, и это будет в твоей жизни. Вот к подобным обстоятельствам, как здесь произошло, мы не готовы заранее. Но что-то должно нам дать силу, что-то должно дать нам энергию, для того, чтобы преодолеть вот этот жизненный момент, критический, катастрофический. И мы должны понять, Христос воскрес из мертвых. Он воскресение и жизнь. Это настолько ценно, настолько важно, чтобы мы к этому великому моменту, великой фразе, великому качеству Иисуса Христа могли обращаться всякий раз, когда мы не знаем, как жить дальше, когда мы не знаем, что ожидает нас завтра, когда мы не знаем, к кому обратиться, когда мы не знаем, как и с кем советоваться. Вот в этой обстановке, вот в этих обстоятельствах звучат именно эти слова Иисуса Христа. Он говорит, «Я есть воскресение и жизнь». Величайшая истина. Эту истину Иисус Христос говорит именно тому человеку, которому именно это нужно было услышать в этот момент. Это были не иудеи. Это были не философы, которые должны были услышать эту фразу. Это не были великие и ученые мужи. Это истина. Произнесенная Марфе, она доступна всякому человеку, вне зависимости от возраста. Потому что вот трагедии, вот такие вот подобные этому обстоятельства случаются в жизни каждого человека, в жизни пожилых людей. Нам нужно помнить, что Христос – воскресение и жизнь. В жизни молодых людей такие подобные обстоятельства происходят, и им тоже нужно помнить о том, что Христос воскрес из мертвых. Это очень важные слова, которые говорит Иисус Христос. И, как я уже сказал, эти слова Иисус Христос говорит именно Марфе, именно в этой обстановке. Но еще я хотел бы обратить внимание еще на продолжение этих слов, на продолжение этой истории. Опять же, вот то завершение, которое мы прочитали, которое описано в 39 и 40 стихе, Иисус Христос говорит, «Не сказал ли я тебе, если будешь веровать, увидишь славу Божью». Увидеть славу Божью, если будешь веровать. О какой славе Божьей здесь идет речь? О чем хотел сказать Иисус Христос здесь? Если будешь веровать, увидишь Лазаря, своего брата воскресшим. Для того, чтобы воскрешение Лазаря произошло, я хочу сказать, не нужна была вера Марфы. Не нужна была равным счетом ничья вера. Нужно было, чтобы Иисус Христос произнес эти слова, «Лазарь, выйди вон». И тот час, как мы читаем, Лазарь вышел. И здесь не нужна была ничья вера. Ни вера Лазаря, ни вера Марфы, ни вера Марии, никого. Тут должен был присутствовать Иисус Христос, который должен был сказать эти слова. Но увидеть славу Божью нужно было вера. Увидеть, что не только Лазарь воскрес, но увидеть величие Иисуса Христа, видеть Его превосходство над всем, для этого действительно нужна вера. Для этого действительно нужна вера. И если смотрим на эту обстановку, на это чудо, которое совершил Иисус Христос, мы можем подумать и сказать, «Господи, а зачем Ты это делал? Зачем Ты воскрешал Лазаря?» Посмотри, какой резонанс, какие последствия этого чуда произошли в итоге. Мы читаем, что после того, как стало известно, что Лазарь воскрес, мы читаем, что многие из иудеев, пришедших, увидевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Я конец главы читаю, 11-й, 47-й стих. Некоторые из них пошли к форисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в Него, в Него и придут римляне и овладеют местом нашим и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». И 53-й стих этой главы звучит следующим образом. «С этого дня положили убить его». Вот мы видим всю эту обстановку, мы видим всю эту картину, мы видим, как развиваются эти события. После вот этого чудесного события, после той радости, которую Иисус Христос принес в отдельно взятую семью, где действительно я понимаю, что была радость Марфы, радость Марии, радость Лазаря, но вот мы видим, что с этого момента именно многие положили убить Иисуса Христа. То есть вот этот тот момент, по сути, можно сказать, ключевой момент, который определил дальнейшую судьбу Иисуса Христа с человеческой точки зрения. Я понимаю, что вот евангелие очень точно говорят, что Иисус Христос утверждает, что никто не отнимает у меня жизнь, я сам ее отдаю. Имею власть принимать жизнь, имею власть ее и отдавать. Но вот это чудо. И с человеческой точки зрения, может быть, нужно было бы сказать, учитель, не трогай Лазаря, с ним все понятно. Ты можешь послужить многим людям, ты можешь распространить больше влияния, слава о тебе может распространиться больше и больше. Но именно в этой обстановке, как я уже сказал, и мы слышим эти слова. Если будешь веровать, увидишь славу Божью. Слава Божья. Необходимо, чтобы людям была видна. И славу Божью человек может видеть только лишь через веру. И мы должны задать себе вопрос, а что такое слава Божья? И нужно понимать, что это самое великое, самое значительное, самое превосходящее все на земле и в небесах. Вот это слава Божья. Вы знаете, если нас восхищают объекты или вот то, что мы можем увидеть среди нас на земле, нас восхищают водопады, нас восхищает ночное небо, нас восхищают еще какие-то другие вещи, которые способен увидеть наш глаз. Но слава Божья, она постигается верой. Славу Божью можно увидеть лишь только верой, как говорит Иисус Христос. И она не зависит от того, что произойдет завтра, что произойдет в следующий миг. Ты вот в этот момент можешь увидеть славу Божью. И видеть славу Божью, это очень важно, и это доступно любому человеку, который живет на земле. Действительно, нужно веровать. Я хотел бы напомнить два события, одно из Ветхого Завета, другое из Нового, каким образом люди могли видеть славу Божью, и в том числе и славу Иисуса Христа. И первый факт, или первый момент, где можно увидеть славу Иисуса Христа, или славу Божью, это книга пророка Исаии, шестая глава. Я думаю, что вы помните, о чем идет в этой главе речь. Исаия видит открытое небо. Исаия видит престол Божий. Исаия видит Господа, сидящего. И вот это настолько удивительное зрелище. У него перехватило дыхание, у него перехватил дух. И единственный вопрос, который он задает, Господи, я человек с нечистыми устами. Это несмотря на то, что в Евангелии, вот в книге пророка Исаия ни слова не сказано о том, что Исаия видел славу Божью. Но Евангелие от Иоанна, 12 глава, 41 стих нам говорит именно об этом, что именно дело и обстояло так. Вот 12 глава, 41 стих, читаем следующее. «Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем». То есть, евангелист Иоанн отправляет нас в книгу пророка Исаия и говорит, то, что было видимо там, это именно то, что называется слава Божья, слава Иисуса Христа. Это событие из Ветхого Завета. Есть событие, которое я хочу предложить, которое описано в Новом Завете. И тоже это Деяние 22 глава, это не только 22 глава, трижды описано это событие, которое произошло в жизни апостола Павла. Тогда еще он был Савл. Тогда он еще вот только ну повстречался с Иисусом Христом на дороге в Дамаск. Вот там он от славы сияния, от славы Божьей повергнут был на землю. Вот там он услышал слова Савл-Савл, что ты гонишь меня? Вы знаете, нужно нам понять, что славу Христа, славу Божью видеть нужно не для того, чтобы просто знаете, сказать как замечательно, не для того, чтобы сказать как прекрасно это то, что я вижу. Для того, что вот слава Христа или слава Божья имеет определенное назначение. Для чего видеть славу Христа? Это необходимо для того, чтобы увидеть собственную греховность и превосходство Иисуса Христа. Увидишь славу Божью, говорит Иисус Христос Марфи. Когда Исаия увидел славу Божью, он произнес слова «Горе мне, я погиб». Когда Павел тогда Ишифсав увидел вот славу, когда он был остановлен на дороге в Дамаск, он также произнес определенные слова. Он сказал «Господи, что повелишь мне делать?» Через воскресение Иисуса Христа, через воскресение нашего Господа мы можем увидеть действительно славу Божью. И это понимание или это видение славы Божьей должно привести нас к тому, чтобы мы понимали собственную греховность. Вот то, что произошло на Голгофе, вот то, что произошло на Кресте. Иисус Христос умер за грехи наши. Но когда мы произносим и говорим «наши» это что-то общее, это что-то где-то чье-то. Но когда я произношу слова «Господи, Ты умер за мои грехи», это уже что-то личное. Это то, что касается меня. Это то, что произносят вот эти два человека, один из Ветхого, другой из Нового Завета, которые говорят «Господи, что повелишь мне делать? Горе мне! Я погиб! Увидев славу Иисуса Христа!» Именно человек об этом и думает. Именно человек об этом и говорит. Он говорит, что я в безвыходном положении, я в безвыходной ситуации. Нужно мне увидеть славу Иисуса Христа, увидеть Его превосходство, увидеть Его величие, для того, чтобы увидеть свою собственную греховность. Вот славу Иисуса Христа, славу Божью, человеку нужно видеть всегда в своей жизни. Иисуса Христа, если мы читаем в послании к Галатам 4 главе в 19 стихе замечательные слова мы можем найти. 4 глава 19 стих послания к Галатам. «Дети Мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Вот это изобразится в другом послании Коринфянам 3 главе 18 стихе апостол Павел говорит, что мы взираем на славу для того, чтобы преобразиться в образ Иисуса Христа. Второе Коринфянам давайте также увидим и эти слова Иисуса Христа, слова апостола Павла об Иисусе Христе. Я думаю, что это также чрезвычайно важные слова о чем проповедовал, о чем продолжал говорить апостол Павел во всем своем последующем служении. Он говорит о том, что мы же все открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господнего Духа. Знаете, много верующих было всегда во все времена. Были верующие иудеи, многие другие ходили за Иисусом Христом, они во что-то веровали, но они не видели славы Иисуса Христа. Вот то, о чем говорит Иисус Христос Марфи, он говорит, если будешь веровать, увидишь славу Иисуса Христа. И вот здесь апостол Павел говорит, что мы преображаемся, когда видим славу Иисуса Христа. Мы не только видим собственную греховность, мы не только видим собственную порочность, но мы способны преобразиться в тот же образ, тот же образ Иисуса Христа, от славы в славу, как от Господнего Духа. А по снова напомню эти слова, которые говорит Иисус Христос. Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, если и умрет, а живет. И снова хочу напомнить их, снова хочу повторить, что эти слова не богословские. Это не богословская истина, которая может нас, знаете, каким-то образом впечатлить, каким-то образом затронуть. Это жизнь, это то, что поможет нам преодолевать в нашей жизни трудности, какими бы они ни были, какими бы тяжелыми обстоятельства в нашей жизни не складывались. И тут хочу сказать, что даже смерть, потому что смерть это самое страшное, самое жестокое, что может случиться в нашей жизни. Вот то, что произошло в доме Марфы, то, что происходит там, где пришел Иисус Христос. И нам необходимо понимать и верить, что Иисус Христос воскресение и жизнь для того, чтобы продолжать свою жизнь, для того, чтобы доверять Господу, для того, чтобы видеть Его славу. Пусть Господь благословит нас, пусть утвердит нас, пусть укрепит пониманием значения воскресения Иисуса Христа, пониманием значения важности вот этих слов «Я есть воскресение и жизнь». Да поможет нам веровать, да поможет нам Господь видеть славу Господа. Не просто историческое событие, не просто факт, который произошел когда-то, но этот факт, который касается меня, который касается каждого живущего человека в отдельности. Пусть ему будет слава. Аминь. Давайте помолимся. Аминь.